Ни в коем случае вины здесь, в Володе, здесь нету, здесь есть только моя вина. Очень хотел выступить на чемпионате России, чтобы отобраться на чемпионат Европы дальнейший. Да, да, когда у меня вылетел локоть, я потом не мог смотреть вообще, как поднимают спортсмены. Медсестра пытается мне вправить локоть, но особо не понимая, что она делает. Она мне что-то тянет за руку, я говорю, что вы делаете? А у меня начинает рука вот сохнуть вот в этом месте, у меня просто начинает высыхать рука. Боюсь, что она там ударит по локтям. Но это все в голове, опять же. И до сих пор это перебороть самое сложное. Дима, поздравляю тебя с очередным участием в соревнованиях. Мы сейчас находимся в совхозе Боровском. Здесь проходит турнир по тяжелоатлетике. Ты уже традиционно который год участвуешь здесь. И, коль получается возможность нам с тобой встретиться, мы давно не общались на камеру. Хотелось бы узнать твои нынешние дела, спортивные, общественные. Ну и с чего хотелось бы начать. Я обратил внимание на соревнованиях, что у тебя шрам на руке, возле локтя. И ты говоришь, оказывается это была травма. Я просто был не в курсе. Вот расскажи подробнее об этой травме. Просто будет остальным спортсменам, многим интересно, знать, что вот этот путь спортивных чемпионов, таких вот знаменитых и великих, как даже и олимпийских чемпионов, он не всегда легок, он такой же тернистый, с травмами. И расскажи, как ты преодолел это. Если есть другие какие-то травмы или были, о которых мы тоже не знаем. Потому что многие травмы мы как бы лечим в кругу. Об этом знает только круг наших друзей, знакомых и больше никто. Много всего сейчас. У меня мысль появляется. Не, я все понял. Чего говорю, просто бывает, что труд, он не такой простой, что как вот в молодости. Ну ладно, не занимайся там недельку-две, и все пройдет. Действительно, у молодого организма все это. А когда вот травмы более серьезные, тут приходится и по врачам походить, и ни одного врача. И какие-то там, как это на ЛФК, определенную лечебную физкультуру, входить в этот спортивный режим. Давай начнем прямо с самого начала, как ты начал. Действительно, я уже не первый год приезжаю сюда на эти соревнования. Очень хорошо дружим и общаемся с Игорем Гараниным. Наверное, именно поэтому я сюда приезжаю. С Игорем мы как познакомились. Он ко мне на турнир, на турнир Окунева очень часто приезжал и до сих пор приезжает. И вот, причем приезжал, выступал сам. Когда я еще проводил соревнования не только среди детей, но и поток был среди ветеранов, он приезжал. Он привозил своего племянника несколько лет. И потом как-то в разговоре мы начали общаться, и оказалось, что у Игоря, где он проводит соревнования, вот это совхоз Боровский или Боровское, да, я все время, как мы с тобой говорили, я все время его Боровский называю. И вообще я думал, что это не совхоз, а город Боровск, где проходит соревнование. Ну, это отдельная история, это Игорь, наверное, больше расскажет про это. Оказывается, он проводит здесь соревнования, а буквально это совсем недалеко находится моя деревня, в которой я здесь вырос с детства, постоянно приезжаю сюда. Здесь дача и дом моих родителей, поэтому вот такое сказать... То есть ты не москвич, ты из Калужской области? Не то что, я-то, понятно, вырос и родился в Москве, но мои родственники... Ну, здесь как бы деревня, да? Да, здесь деревня, и, естественно, с детства я постоянно, все детство я провел здесь, вот буквально 20 километров отсюда, деревня Шемякина. Игорь это очень хорошо ее знает, ну, мы потом уже, когда я приехал, когда мы приехали к нему, я понял, где он находится, он понял, где я нахожусь, оказывается, мои практически соседи. Вот. И, возвращаясь к моей травме, о чем ты говоришь, и к моим выступлениям, многие, в принципе, могли бы отследить, когда я выступаю, в последнее время, в последние годы, у меня, в принципе, неплохо получается рывок, но во втором упражнении, в толчке у меня постоянно какие-то бывают проблемы, либо я отказываюсь от, там, третьего подхода, либо я неуверенно, постоянно неуверенно себя чувствую в толчке с груди. Я-то это знаю, это именно моя внутренняя, как бы, проблема, вот, именно той травмы, которая произошла, ну, это единственная такая серьезная травма в моей карьере, которая произошла в 2009 году, это уже спустя пять лет после Олимпийских игр, у меня вылетел локоть, совсем, ты знаешь, у меня, как это, такое стечение обстоятельств, это буквально несколько дней назад, я нашел в Ютубе это видео, видео, где у меня вылетает локоть. Я не мог посмотреть это видео больше девяти лет, вот, десять лет я не мог это видео посмотреть. Олимпийских игроков То есть, ты первый раз увидел себя, как это было? Да, да, да. Когда у меня вылетел локоть, я потом не мог смотреть вообще, как поднимают спортсмены, когда у них трясутся локти, там. Я психологически сам неуверенно постоянно толкал, отворачивался, когда у кого-то какие-то тяжелые подъемы, случались, и чтобы там посмотреть, найти, залезть в интернет, хотя я знал, что это видео есть, я не мог, даже если я его находил, у меня палец не поднимался, нажать кнопку пуск, чтобы это видео посмотреть, настолько это сильное для меня было потрясение. И вот буквально на днях я это видео все-таки нашел, я его открыл и посмотрел, даже у своих ребят, с которыми, которых я тренирую, я у них спросил, ребят, как вы думаете, выставить это видео в интернет, в инстаграм, или не стоит? Ну, ребята все посмотрели, о, ужас, «Господи, что это такое? Лучше это не выставляй, не надо!» Я как бы потом тоже как-то так подостыл, думаю, да, зачем лишний раз вспоминать, напоминать, все-таки мы как бы боремся за популяризацию тяжелой атлетики, и вот такие вещи, они, наверное, с одной стороны, не стоит их сильно муссировать и набирать какие-то лайки на них, да, это немножко другая история, но, как ты говоришь, действительно, это история, это память, и это часть такой истории, которая, в принципе, поучительная история, которой можно спортсменов и тренеров, опять же, чему-то в этой ситуации научить. Расскажу, как бы, как это все случилось. Это был 2009 год, уже, ну, так скажем, закат моей карьеры, когда, наверное, один из последних таких всплесков моих было, когда я хотел вернуться в большой спорт. Я уже тогда работал директором спортивной школы, но все еще думал и все еще мечтал о том, чтобы выйти на помост, показать большие килограммы. Я чувствовал в себе уверенность, силы. И на тот момент, кстати, я попросил поддержки и помощи тренерской Владимира Сафонова, потому что видел, как он работал с Оксаной Сливенко. И действительно, я сам попросил, чтобы Володя помог мне в тренировках, в тренировочном процессе. То есть, он был тренером? Да. И как долго? Не так долго, вот как раз в период, вот этот 2009 год, 2009, и вот после травмы он был со мной, вместе с ним мы проходили процесс реабилитации. и так скажем, конечно, неудачно. И ни в коем случае вины здесь, в Володе, здесь нету. Здесь есть только моя вина. Но этот период был. Период был. Расскажу, как и почему это случилось. на тот момент я не мог себе позволить ездить на сборы. Я подготовку свою проходил в Москве, на Бауманской, в Доме физической культуры. Тренируюсь там 5-6 раз в неделю. И я знал, что предстоит чемпионат Москвы. И очень хотел отобраться, не то, что отобраться, но очень хотел выступить на чемпионате России, чтобы отобраться на чемпионат Европы дальнейший. И там оставался какой-то короткий промежуток времени, когда вдруг у меня вот это было эмоциональный такой всплеск, что я хочу подготовиться. Я очень быстро набрал форму. И вот о чем мы всегда говорим, что мышцы быстро набирают, а связки не готовы. Мы это можем тысячу раз говорить, но я это на себе пережил и ощутил. Да, действительно, я очень быстро буквально за несколько месяцев набрал серьезнейшую форму на этом чемпионате Москвы. В 2009 году я вырвал 195 килограмм. Это сам понимаешь серьезный вес даже сейчас, не хочешь говорить сейчас. На тот момент это был очень серьезный результат. Я весил тогда 109 килограмм, хотел выступать в категории до 105 килограмм. и толкнул это на 220 килограмм. Вторым подходом не тяжело, уверенно. И третьим подходом заказал. И даже я помню, расстроился, что я хотел 230 заказать. У меня в голове было, что я 230 хочу толкать. Но с Афоновым и Володей мы решили все-таки 225 будет на данный момент достаточно, чтобы вот так спокойненько на 6 подходов выступить на чемпионате Москвы. В принципе, ничего не предвещало беды. Также я беру на грудь спокойно, также я толкаю с груди. И на задний я даже не понял, что произошло. У меня не было какой-то дикой боли, о которой многие рассказывают. Для меня это, наверное, было каким-то шоком и неожиданностью. Я вот сейчас вспоминаю в голове, я понимаю, что и тогда я понимал, что произошло. У меня просто локоть в другую сторону выкрутился, я из-под штанги выпрыгнул, и я сразу у меня в голове все это, что все это, локоть вылетел, и значит, у меня мысли начали думать, что так, ну все это, чемпионат Москвы, понятно, вернее, чемпионат России я уже не поеду, чемпионат Европы я уже не поеду. Ну какие-то вот такие мысли, что, блин, неужели это конец моей спортивной карьеры, последняя была попытка, и все. Это, что касается именно той подготовки, той травмы, на самом деле, потом еще было очень интересное такое, достаточно продолжение этой истории. А что было не так? Не точность выполнения упражнений, или что? Абсолютно все было нормально. То есть я сам не понял, да, в чем, что произошло, потому что абсолютно я всегда, если ты помнишь, я всегда толкаю, толкал за голову, и всегда у меня тряслись локоточки, и всегда я, очень тяжело, у меня было именно с фиксацией штанги, даже если мы посмотрим олимпийские игры, я всегда брал на грудь, нормально, выталкивал, посыл был хороший. Единственное, в чем была проблема всегда, это с удержанием, это выход из ножниц, это удержание, но это, наверное, из-за какого-то строения локтевых суставов, который не позволял, как, знаешь, у многих там четко тан-тан, воткнулся, и все, без, у меня это всегда была проблема, самая тяжелая часть, но здесь, я это быстро проанализировал, и все понял, что просто связки на тот момент, именно связки не были готовы, потому что были намного тяжелее, у меня в карьере были намного тяжелее подходы, когда я были упирался, когда я чувствовал, что связки прям напрягаются, когда они там реально все на тоненького, и они выдерживали, и я удерживал вес, а здесь произошло наоборот, что здесь все было в порядке, я четко толкнул, никаких не было колебательных движений, там, ни вперед, я не упирался, я за ней не ходил, никуда-то не бегал за ней, а именно четко толкнул, начал приставлять, и тут же бах, и произошел этот момент, поэтому здесь анализ пришел быстро, что просто связки не были готовы, и связки мышечные, 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 аппарат был готов намного сильнее, чем связочный, поэтому вот это опять же наука для меня, наука для спортсменов, наука для тренеров, не спешите быстро и молниеносно набирать форму, ни к чему хорошему это не приводит никогда. Ну и в продолжение, о чем мы говорим, вот история, когда мне все это дело ставили на место, потому что это достаточно интересная такая тема. Конечно, мне тогда, когда прошел шок первый, естественно, я почувствовал, что боль, что у меня выкручен локоть, что у меня есть снимки даже, где моя кость вышла из сустава, но мы надеялись, что никаких надрывов, никаких разрывов нет, что думал, просто может вышло, сейчас ее вставят, и там через какое-то время я вновь начну тренироваться, и уже естественно так спортсмен устроен, все вот эти мысли самые плохие, что все, карьера закончена, они как-то быстро уходят, и когда начинаешь тренироваться, у тебя опять новые мысли, новые цели, новые достижения, что сейчас все я начну по-другому тренироваться, я сейчас начну закачивать, я сейчас начну какие-то делать упражнения специальные, что это все быстро затянется, и я к этой цели шел на самом деле, ну, я просто расскажу, потому что каждый может с этим столкнуться, так или иначе, насколько у нас скорая работает и в больницах работает безобразно в России, работала на момент 2009 года, тогда меня, это было перед новым годом, это декабрь, выступление декабрьские было, у нас как всегда чемпионат Москвы проходит в декабре, меня на скорой делают уколы, на скорой отвозят в больницу, и я-то как думал, что сейчас я приеду в больницу, тут же меня положат, тут же мне делают уколы, правят, все чики-пуки, ну, мы тут столкнулись с нашей российской действительностью, когда я вот с такой рукой, с выкрученным локнем, меня начинают, как ваша фамилия, как и ваше имя, год рождения, запишите паспорт, а где его паспорт, я вот, и чтобы потом попасть к врачу, ты должен отставить в очереди, чтобы попасть в рентген, там такие же больные, кривые, там пьяные, это все в очереди, это длилось очень долго, несколько часов, но самым апогеем этого было, когда я захожу к доктору, сидит медсестра, которая говорит, сейчас, сейчас доктор сейчас где-то подойдет, сейчас подождите, посидите, и такая, меня берет за руку, и я понимаю, что это медсестра, пытается мне вправить локоть, ну, особо не понимаю, что она делает, она мне что-то тянет за руку, я говорю, что вы делаете, ну, я сейчас попробую во вставе, я говорю, не, не, ну, это смех смехом, это было больно, это было непонятно, вообще, что происходит, ну, конечно, через там полчаса приходит врач, более-менее, слава богу, врач оказался хороший, который быстро сделал укол, быстро все красиво вправил, наложил гипс, и тут, опять же, была, наверное, какой-то моей ошибкой, что после этого почему-то я не делал никаких-то снимков, я думал, что в голове было, что все в порядке, через буквально там несколько недель я снял эту лангетку и потихонечку уже начал, потому что я знал, что локоть, надо его как можно быстрее, там, через какой-то, через три недели его уже надо начинать разрабатывать, а то он может не, это, закатвоститься, не включение перестанет, я его начал разрабатывать, и уже через там месяц я уже начал потихонечку его тренировать, нагружать, на самом деле я очень быстро прошел реабилитацию, я там, ну, как реабилитацию, сидя на сборах, там, опять же, с Вовой мы там какие-то упражнения делали, закачивали с резиной, я понимал, что я опять набираю физическую форму, но самое интересное было, что вроде локоть уже начал заживать, вся опухоль сходила, все сходило, единственное, что оставалось, я не понимал, почему вот я, у меня локоть вот так нормально, да, стоит, я его вот так нажимаю, у меня вот так немножко начинает ходить, то есть локоть все равно ходит, я может думал, может это нормально, хотя не должно вроде так быть, но как-то сначала не обращал на это внимания, начал тренироваться, и я тебе скажу, что с таким локтем, скажу честно, я, по-моему, я где-то через 3-4 месяца я уже рвал 160 или 180, 180 килограмм, но каждый раз, понимая, что что-то не так, если меня чуть-чуть заведет назад, то его может выгрутить, если чуть-чуть перелет, ну то есть вот эти моменты у меня постоянно, я наконец-то говорю, ну, Хвой опять подошел, Гвой говорит, что-то не нравится, это нездоровая тема, мне кажется, что в любой момент мы как бы с огнем играем, сейчас я хорошо, на физической форме хорошей, там за счет мышц, силы я там рву, а если где-то надо будет поупираться, а если где-то, я же не чувствую, он опять вылетит, ну, мы решили сюда, нужно ехать в больницу, к нормальному врачу, чтобы который посмотрел бы и сказал, что действительно, что нужно делать, я не приехал в больницу, через федерацию мне сделали прием к врачу, 83-ю, по-моему, 82-ю больницу, клиническую, где хороший врач, хирург посмотрел, говорит, а у тебя связка-то разорвана, причем она разорвалась и убежала в одну сторону, убежала в другую сторону, у меня здесь в связке вот этой не было, я еще, тогда мы все смеялись, как мы с этой, с такой рукой еще умудрялись, там 160, не помню просто, вот эти 160-180 у меня стоят в голове, как мы еще умудрялись эти килограммы с такой рукой рвать, и врач, естественно, сказал, ребят, давайте, делайте операцию, если ты хочешь поднимать, обязательно делай операцию, если ты не хочешь поднимать, можешь не делать операцию, я с уверенностью сказал, давай сделаем операцию, конечно, и вот тогда был консилиум, где было, принималось решение, как все-таки сделать, как у Захаревича, опять же, лавсановую связку, там новые технологии, сейчас уже лавсан сказали, уже смысла не стоит, нету использовать, можно свои связки, давай мы тебе из ноги кусочек связки вырежем, сделаем, я говорю, ну давайте, все, было принято решение, что назначена операция, что мне берут связку с ноги, делают, пришивают ее к локтю, и как бы все нормально, ну все, я ложусь, мне делают операцию, я просыпаюсь, обращаю внимание, что мне с ноги ничего не взяли, я говорю, а почему, он говорит, а знаешь, врач уже, сам хирург говорит, а мы, знаешь, мы тебе разрезали, начали смотреть, вот эту связку взяли с одной стороны, с другой, я их натянул, я почувствовал, что она нормальная, ее можно зашить, она натягивается, я решил ее без какого-то другого материала, просто натянуть и сшить, и он так сделал, сшил, и тут новый этап моего, как бы вот этого восстановления пошел, все было, все хорошо, у меня локоть прям держал четко, он, кстати, держит у меня сейчас лучше, чем здоровая рука, я еще тогда такие мысли закрой, может мне и вторую здоровую руку еще сразу сделаю, а то у меня все время там болтанка, и единственное, в чем была на тот тогда момент проблема, опять же, тренируюсь, начинаю набирать форму, уже там рву там 140, 150, 160, а у меня начинает рука вот сохнуть, вот в этом месте, у меня просто начинает высыхать рука, то есть, видать, настолько сильно была натянута, и я очень сильно, раньше, рано начал набирать форму, что она начала зажимать нерв, нервное окончание, и у меня рука просто начала высыхать, у меня прям рука, я помню, вспоминаете, гадаю, причем, когда вот я после этого первый раз поехал на чемпионат России, в Казани, по-моему, он был чемпионат России, где хаджимурат Акаев выступал 105 килограмм, мы вместе с ним тогда вроде как бы должны были зарубиться, ну, я там не смог выступить, я забаранил, опять же, вот мы выступая вот с такой рукой, конечно же, но потихонечку, потихонечку, она начала восстанавливаться, она начала там, я начал делать какие-то 5 лет упражнений, когда уже рука начала восстанавливаться, я понял, что вот наконец-то, но это прошло, конечно, не один, не два месяца, ну, скажу так, что, наверное, уже только в 2011 году, я вот, если мне так спросят, я уже окончательно восстановился после вот этих вот, вот этой травмы серьезной, потому что я, почему я помню, потому что в 2011 году была моя, наверное, окончательная попытка вернуться в большой спор, где я на чемпионате страны там вырвал 190 и толкнул, а, или забаранил в толчке, потому что тоже в очередной раз что-то там порвалось, и когда Давид Биджанян как раз был на высоте, конечно, там обыгрывать Давида было не вариант уже на тот момент, но тем не менее в рывке мы порвали одинаково, когда в Питере, а, да, с Давидом это в Питере было, вот это, наверное, что касается травмы, но, на самом деле, вот эти все, то, что там зашили, перезашили, оно, с этим можно, когда многие говорят, после этого, там, многие не поднимают, или, с этим можно поднимать, и, то есть абсолютно ни при чем в физиологии, какой-то там, мышечные недомогания, где-то там не включается локоть, у меня все в проблеме, у меня проблема после этого началась именно с головой, после того, как, вот я говорю, то, что я несколько, ну, 9 лет я не мог видео посмотреть, не мог смотреть, как другие поднимают, и я перестал толкать с груди, теперь у меня происходит, даже до сих пор, вот, если я малейший, чуть чувствую, чуть-чуть меня начинает давить, чуть-чуть меня штанга начинает, как-нибудь там, чуть потяжелее я встану, и она не лежит не так, все, у меня сразу включается какой-то рубильник, и я не могу на 100% вкладываться, как я вкладывался там, в молодости, я падал под нее, там, лишь бы на, нет, здесь я там просто, вот как сегодня было на помосте, в принципе, я не тяжело взял, просто она потихоньку, я чувствовал, что чуть-чуть по-другому лежит, и я просто не вкладываюсь, и боюсь, что она там ударит по локтям, но это все в голове, ребят же, и до сих пор, и это перебороть, самое сложное, что, что можно у нас,